Всем здарова, ребятки! С вами Фабиан, и сегодня мы продолжим с вами играть в игру Лену, которая называется Волк среди нас. В прошлый раз мы выбрали... А, в прошлый раз мы выбрали пойти к Жабу, вместо того, чтобы пойти к принцу Лоуренсу. И, короче, не знаю, чем это всё закончить, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, где у нас была последняя... А, всё. Квартира Дровосека, Саус Бронкс, рано утром. О, Рилли, есть пауза, ура, спасибо, ребятки, большое. В прошлый раз я не успела прочитать комменты и опять дико тормозила, но теперь-то всё будет по-другому. Так, закончилось всё тем, что мы выпали из окна, и я приземлился на машину с Жаба. Да уж, ну и погром. Да, при дневном свете выглядит ещё хуже. Ух, нихрена. Они вообще не через окно выпали, а через стену. Там кто-то есть? Да, там кто-то есть. Кто это? Ушёл? Жди здесь. Так, чую, сейчас мне придётся уворачиваться от всякой гадости. Только что же здесь был. Сейчас он нам по башке даст сзади, да? Нет? Чёрт. Я надеюсь, нас никто сейчас не столкнёт на улицу. Прости! Всё, хватит! Прекращай! Плачет! Так, мы можем всё посмотреть, да? И половину из всего этого не помню. Что, волк? Ты уверен, что нужно всё осматривать? Надо бы это починить. Да, конечно. Именно тебе и нужно этим заниматься, естественно. Так, вот там что такое? Там плачет щенок жаба? Да? Ну? Давай пойдём, посмотрим. Ой, как же ты медленно ходишь. Ты не умеешь ускоряться? А, умеешь немножко, здорово. Это его сын? Жаба? Думаю, да. Будь повежливее, ладно? Пойдём. Прямо сразу забей. Так. Бигби, мисс Снежка, надеюсь, вы этот путь проделали не потому, что я попросил. Дурак, что ли? Так. Прости, Бигби, неловко признавать, но мне казалось, что кто-то шастает в квартире дровосека. Но никого там не оказалось, я проверил, просто из трубы копыт. Воображение должно быть разыгралось. Вот сволочь! Извините, что втянул в это мисс Снежку. Там действительно кто-то был, но он смылся, едва мы сюда зашли. Что правда? Значит, что твоего папы уши ещё прослужат год или два, пока ещё не совсем оглохо, а? Блин, жаб, ну как так можно было? Ну я же верила тебе, свинья ты дурацкая. Ты в порядке? Он в порядке, мисс Снежка, просто ударился ногой. Ага, мизинчиком. Рождён, чтобы плавать, а не ходить, весь в отца. Так что, думаю, вам можно идти. Тут больше нечего делать. Ну и здесь ничего не было, правда. Я уйду, когда посчитаю нужным жаб. Я просто хочу здесь осмотреться. Чем больше ты болтаешь, тем больше времени это займёт. Так что заткнись и встань там. Ладно, ладно, я просто не хочу тратить ваше время, только и всего. Присаживайтесь, наливайте чай, чувствуйте себя как дома. Фух. Ох уж эти взрослые, правда? Эй, слушай, Мухолов сказал, что у тебя есть здоровская коллекция насекомых. Мне бы очень хотелось на неё посмотреть. Она у тебя... В комнате? У меня там есть... Чего? Долгоносик? А, долгоносик, видимо. Только не натопчи меня тут, пока ищешь непонятно что. Да, конечно. Так, Снежка пошла там осматривать. Хорошо, давайте будем здесь смотреть. Почему лампа разбита? Ммм, жаб? Как это случилось? Ёбаный в рот, наверное, эта дрянь свалилась со стола. Вот как, лампа взяла и свалилась. Ну или сын постарался, бегал, играл во что-нибудь, кто его знает? Угу. Чё-то ты подозрительный, жаб. Ага, это чё? Ну-ка, жаб, иди сюда, у меня к тебе разговор. Жаб? У тебя кровь на стене? А что, в чём... Кровь, ещё свежая. Ну, я порезал руку, бегал тут как баба, искал бинт. Вот и заляпался кровью. Лампа в дребезге, кровь на стене, ужас, знаю. Больно, наверное. Только не надо меня жалеть. Может, покажешь свою ранку, эй? Раны быстро затягиваются, сам знаешь, неплохо всё-таки быть сказанием. Бей жабой. А, вот оно, понятно. И? Давай откроем, выглянем туда. Смотрите, следы как будто когтей или рук. Ну-ка. Давай-давай, посмотрим. Что там? Если кровь, то я уже сказал, я порезался и... На подоконнике какие-то следы. Что на это скажешь? Всё очень просто. Блочью, когда я вышел, я был сам не свой от волнения. Ты понимаешь, и я даже забыл взять ключи. Чё-то он гонит. И мне пришлось залезать через окно. Да неужели? Чуть до смерти ребёнка не напугал. Подозрительный он какой-то. Так, кочерга вот здесь. Ага. Как ты руку порезал, чувак? Тут какая-то кочерга в кровище. Ничего? Нормально себя чувствуешь? Ох, нихрена. А здесь что случилось? Кочерга? А при чём тут она? На ней тоже кровь. Что случилось до или после того, как ты залез через окно? После, после. Я мешал ей угли, потом у меня рука дрогнула, и кочерга напрочь растекла ногу. Болит просто адски, зараза. Ага. Если хочешь что-то сказать, говори. Еб, я ничего не успела сказать. Да чтоб, я уже рассказал тебе про кочергу, занудный ты козёл. У нас тут не детективный роман. Что криминального в бытовом случае? Мы не планируем маленьких индийцев здесь. Это простой акцент. Не знаю, чувак. Это странно. Знаешь ли. О боже, только не надо сгущать краски. Нечего тут гадать. Риф, я уже всё рассказал. Почему ты мне не веришь? Вот, в квартире жуткий бардак, жаб, как будто здесь была борьба или драка. Угу. И я не знаю, почему ты пытаешься это скрыть. Но мне кажется, что где-то мы... Говно! Но если ты будешь стоять на своём, тебе же будет хуже. Я не вру, честно. Посмотрим. Кинул, нормально. Хорошо. А, стоп, это что? Отпечаток на пыли. Слава, кровь? Нет, какой-то отпечаток на пыли. Ты что-то переставлял? Наверное, это какой-нибудь из игрушек младшего. Кто знает? Да? Странный какой-то отпечаток от лампы. Вот оно что. Ладно, шериф, теперь ты что? Лампа раньше стояла здесь, верно? Просто скажи правду. Ничего здесь не было. Ничего. И вообще, с чего ты взял, что лампа стояла там, в конце концов? Потому что лампа всегда стояла там, шаб, она стояла там. А теперь она там. Она стояла там, на столе, и оставила отпечаток. Я просто сделал перестановку. Что с того? Черт, дружище, хватит уже. Жаб, ты что такой мутный? Не могу я понять тебя, ну? Почему дверь сломана? Что? Дверь сломана, как будто бы сюда хотели проникнуть силой. Пыльный стол, сломанная дверь, к чему ты клонишь? Боже мой, гребанная дверь уже пару недель как сломалась, дружище. Вся прогнила, этот дом из меня всю кровь выпьет. Черт побери, Бигби. Какую зловещую улику ты нашел на этот раз. Зачем тогда лезть через окно? Я не закрою кран, не отсортировал мусор. К чему ты вообще клонишь, а? Зачем тогда лезть через окно? Опа, вы поймали жаба на лжи. Почему ты полез через окно? Ты же сам сказал, дверь уже давно сломалась. Ключ бы не понадобился. Да ёбаный в рот, к чему ты вообще, а? После того, что случилось, я был не в себе, вот и всё, я забыл, что дверь, блять, сломана. Ой, жаб, ну чё-то ты уже плохо совсем врёшь. И знаешь что, это грубо тыкать меня носом направо и налево, завязывай уже с этим допросом. Бигби, умоляю, хватит жалься надо мной, старина. Я спокойно хотел провести день вместе с сыном, а я трачу время, стой здесь, пока ты разнюхиваешь тут кругом. Я извиняюсь за то, что позвонил, правда, но пожалуйста, пожалуйста, просто уходи. Нет. Нет? Никто ни с кем не дрался, Бигби, не было ничего такого. Так, когда, когда ты... Я не успела опять прочитать. Чёрт, чувствую себя как на допросе. Когда захочу, тогда уйду. Когда, когда захочу, жаб. Ну я сказал тебе всё правду, дружище, господи Иисусе, да что тебе ещё нужно? Ты солгал. Жаб, твоя история сплошная брехня. Ключи ты не забывал. Лампус устала, не сталкивал. Не хочешь рассказать, что происходит? И мне кажется, я ей не нравлюсь. О, я бы не стала так говорить. Как успехи? Ох, чёрт. Мистер Жаб, у вас кровь идёт? Ну всё, жаб, давай, пора. Сними шляпу. Да, он же не ходил никогда в этой панамке дурацкой. Ммм, ну там ссадинка, не то чтобы сильная. Это был этот, дуболом из близнецов, тру-ля-ля или тро-ля-ля. Падди разбери, кто из них кто. Он ворвался сюда, крича, какой-то вещи, которые есть у дровосека, или он только думал, что есть. Не знаю. Он перевернулся вверх, но мы сбил меня, когда я сказал, что у меня ничего нет. Да, что ты ему сказал. Тяжёлое выдалось утро, что вот что я вам скажу. Что ты сказал ему? Ничего, он хотел только знать, есть ли у меня, что там ему было нужно. Я бы всё рассказал, я хотел, правда, хотел. Но он сказал, что если узнает, что я проболтался, тебе или мисс Снежке, он вернётся и убьёт моего сына. Говно. Я даже попытался отдать этому ублюдку её накидку. Не взял. Чью накидку? Девушки. Папа иногда одалживает вещи у жильцов. Ну, иногда. Одалживает? Я ничего не краду, может ты удивишься, кто знает, я просто собираю то, что здесь бросили. Что ж, мы собираем накидку, если у неё есть родные или близкие. Ладно, принеси им накидку. Он расстроился. Грустный жаб. Так-то неплохая. Чё, накидка, вещи, что? Господи, он её в камине спрятал? Серьёзно? Блин, это же ослиная шкурка. Но на улицу я бы в таком не вышел. Подожди. Записочка, прям аж мурашки! Это конверт. Ну, конечно, не удивлюсь, если я отдал вам карту, ведущую к сокровищам. Адресованную принцу Лоуренсу. Что будем с этим делать? Так. Откроем давай. Было бы раньше так долго думать. Пошёл в жопу жаб. Это моё дело, думать или нет. Прости, Вера. За что она могла извиняться? Я не знаю. Возможно, Лоуренс знает. Какой полный неожиданный с ней был этот день, не правда ли? Я бы проводила вас, но боюсь, залью кровью квартиру. Сел такой на ступенечку. Что? Было приятно пообщаться с тобой, Ти-Джей. Спасибо. До встречи. У тебя всегда так всё гладко проходит? Не сказал бы. Итак, теперь к принцу? Да, к Лоуренсу. Наш лучший вариант. И единственный. И не поспоришь. Квартира Лоуренса, Саус Бронкс, рано утром. Я не хочу задерживаться здесь, поэтому давай разработаем план и будем следовать ему. Вот да, проверим, чё мы увидели в зеркале. Когда волшебное зеркало показывало мне эту квартиру, кажется, я видел нож весь в чём-то похожем на кровь. Я не ожидала этого. Да. Что ж, как я и сказала, давай не будем всё усложнять, ты можешь поговорить с ним, пока я осмотрюсь. Снежка не совсем верит в нас, шикарно. А если он будет против? Мы на официальном расследовании в Фейбл Тауне, и мы можем быть убедительными, если нужно, или ты можешь. Ладно, чё, идём? Давай откроем сразу, ну чё вы? Ну или постучим. А, ну тем более открыто, господи. Что, что, что? Там расчленёнка лютая? Снежка. Да, он сдох, как интересно. Чёрт. Это вообще он, да? Говно какое. Ни хрена у него дырень. Две дырени? Оставайся со мной, мужик. А он чё, жив? Лоуренс должен... Нет, нет, отпусти меня. Это... Она. Кто она-то? Ну скажи... Что ты хочешь нам рассказать? Воды. Воды, видимо, ты хочешь. Бигби, принеси воду на кухне. Чё-то мне кажется, он не выживет с такими дырами в туловище и в башке. Если у тебя есть вопросы, лучше спроси сейчас. Давайте вот так. Кто сделал это с тобой? Вера. В смысле? Так как так-то? Вера. Ты сдох? Придурок. Каким образом Вера, если она была мертва раньше, чем он? Непонятненько. Ну давайте, скажите что-нибудь. Чё вы думаете-то по этому поводу, ребятки? Письмо всё ещё у тебя? Да. Ну, видимо, вот за это она извинялась. Но как? Всего одно слово, но он умер, так и не увидев его. Прости. Ой, да и хрен с ним. Ему бы уже это не помогло. Мы должны разобраться, что здесь произошло, и найти тех, кто это сделал. Тут что? Пуля прошла сквозь кресло. Ага. Да, оба правильные, если учесть, что он застрелился. Таблы какие-то. Давай посмотрим, что за таблы. Что с таблетки? Снотворные. Из этого оружия давно не стреляли, может уже неделю или больше. Совпадает с калибром пистолета на полу. Что, можем выключить его? Это не поможет. Отстань, Снежка, я веду расследование, ты не понимаешь. Ну. Угу. В кармашек положил. Молодец. Стой, и что, мы ещё можем посмотреть? Такие. Ясно. Кровяка. Как-то странно она выглядит, да? Странно. Здесь кровавый след, будто кто-то лежал здесь, и потом его передвинули. Ну вот, что с зверей произошло? Почему она так выглядит? Это типа верхнее проветривание? Или что это? А, ни хрена себе. О, какой модный, невероятно. Так, тут записочка. Твоюж. Моя дорогая Вера, я никогда не... Что? Что, да, возьмём. Она слегка прилипла к кровати. Моя дорогая Вера, я никогда не хотел причинить тебе вред, и не могу жить, знаешь, что причинил. Так будет лучше, ещё встретимся с любовью, твой преданный. Принц Лоуренс там было, да, написано? Ну да. Говно. Хотя, может, блин, это всё подстроено под подставу. Что он сказал? Надеюсь, они вместе? Это всё, на что мы можем надеяться. Вот, теперь мы можем посмотреть на нож, наконец-то, аллилуйя. Что он нам может сказать? Острый, и на лезвии есть кровь. Спасибо, Бигби, ты такой молодец. Это тот самый нож, который ты видел в зеркале? Да. И я не знаю, почему он здесь. Я просто не могу понять, зачем кому-то его убивать. Так-то, да, чё-то фигня какая-то. Что мы ещё можем? Ещё раз посмотреть на него? Сколько можно-то уже? Ну, понятно, ни на него ни хрена мы можем посмотреть. Так, ладно, давайте ещё посмотрим. Точно всё, больше ничего. Так, вот тут ещё много всего. Поддержанные книги в мягком переплёте старой энциклопедии. Ну давай возьмём чё-нибудь. Они покрылись пылью и их давненько не читали. Поразительно, удивительно, вот это да. Ах ты ж, что это, кто это? Жди здесь. Что это? Нет. О, ни хрена себе. Видели, как у блюдо с шкафа выпрыгнул? Чё за жердяй? Чё за жердяй? Остановись. Чё за жердяй? Ну, ставь меня в покое! А! Не успела. Или успела? Ай, говно, да блин. Как вообще здесь можно что-то успеть? Оп. О, всё. Хоть чуть-чуть успела, ладно. Давай, 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 пик, пик. Ты мог просто перепрыгнуть, тупица. Сюда. Наверное, не знаю. Чё за звук? А-а-а! Говно, давай. Он чуть не ускользнул. Чёрт, я в говне. Он застрял. Оп. Да блин! Дерьмо. О-о-о, волчара, давай. Волчара! Куда? Такая пыль с потолка. Да блин. Почему я не успеваю? Ну как так? Ты глупый? А, нихрена себе. Это было жёстко. Кто это вообще? Чё за жарабас? Полегче, Бигби. Полегче, Бигби. Мы на одной стороне. Вот уже сукин сын заставил меня гнаться за тобой. Эммм... Что ты делал в квартире Лоуренса? Вот, я думаю, стоит спросить. Кто это вообще? Что это? Что ты делал в квартире Лоуренса? У меня была пара вопросов к Ларе, я не думал, что всё так пройдёт. Человек умер. Я знаю, как это выглядит, но я к этому не причастен. Херня, ты весь в крови. Слушай, я всего лишь спрашивал про его девку. Когда я сказал, что её убили, он вышел из себя. Я думал, ему уже об этом рассказали. Как я мог это знать? Чёрт. Ублюдок застрелился прямо передо мной. Я не мог остановить его, мужик. О, неприятно. Ты ищешь дровосека, верно? Я знаю, где он. Мой человек сказал, что он сидит в баре, цок от копыт. Можем отправиться туда прямо сейчас вместе. Мой наниматель тоже желает задать ему... ...бор вопросов. Так. Вот, давайте ударим его, короче. На! Какого хуя он это запомнит? Да, труп. Труп? Какой ещё труп? Слушай, всё было бы гораздо проще, если... Нет, я труп. А он тра. А-а-а, дерьмо! Чёрт. Ну, наверное, если бы я его не ударил, произошло бы абсолютно то же самое. И, ребятки, я думаю, на этом мы с вами сегодня остановимся. Не знаю, не знаю, это всё как-то вообще дико запутанно, и мне прям очень нравится. Я, наконец-то, периодически хотя бы успеваю читать, что написано, хоть что-то начинаю понимать вообще в игре. Ну, это вот эти как раз тру-ля-ля и траля-ля, я не помню, из какой они сказки, но они ублюдки здесь явно. В общем, продолжим обязательно в следующий раз. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте. И друзья тоже пусть подписываются на канал и вступают в группу ВКонтакте. Всем спасибо огромное за просмотр, с вами была Фабиан. Счастливо!